Добрый день. Спасибо большое за приглашение в ваш интересный город. Я третий из всех наших чешских гостей, поэтому я буду опираться на то, что уже было сказано имя. Я расскажу как данные о качестве воздуха, информация о том, как выбросы оказывают на человеческое здоровье, как об этом рассказать людям и как коммуницировать. У нас есть достаточно большой опыт с различными видами деятельности, от поддержки исследований через коммуникацию, через исследования. И это мы можем проводить достаточно широко и проводим в разных формах. Продолжение следует... Первый проект или первая презентация на основании чего мы можем себе это позволить? Продолжение следует... Это программа, образовательная программа, европейская образовательная программа, которую мы внедрили в Чешской Республике. И это очень тщательно проработанная предварительная программа, которая содержит различные коммуникативные формы. А второй проект, это проект так званый конспиро, конспиро дыхать сполечным. Следующий проект, это проект конспиро, от латинского конспиро дышим совместно вместе дышим. Это проект, иницированный европейской комиссией. И посвященный в первую очередь решению проблем, связанных с отоплением домов. Следующий вопрос. Значит, что касается чистоты воздуха, здесь есть явная проблема и явная цель, а именно переход от загрязненного воздуха к чистому воздуху. Это решение возможно и это показывают два снимка, один из снимков из Кривого рога. А как же цель иметь эту промысловую продукцию чистую, как видим на товарне с Бохом из Немецка? А пример чистого производства с чистым воздухом мы видим на следующей картинке, где показан завод в Бохоме в Германии. К тому указанному ставу мы можем работать с некоторыми активами, с группами активы, с группами займ. К такому уровню чистоты мы можем войти благодаря нескольким видам деятельности, нескольким группам деятельности. От въеды, через komunикацию, через пропагацию, взделавание. От науки через пропаганду образования. А как таковый ведлещий продукт, самовземне, будуеме нечто, что е страшно дулещите, а то е задповедна сполечность, а задповедні политики, активні обчаны. От чего возникает побочный продукт, несмотря на то, что он побочный, он все равно остается тем не менее очень важным, а это ответственное общество. А что же экстремне дулещите, таки лзе будоват мезинародний, либо запоене до тех мезинародних сітей и мезинародних структур. А что чрезвычайно важно, это построить включенную в мезинародную структуру. Прото, что та народні политика, она се самовземне, не мені с волбами, а уже пупице е то укотвено в някем мезинароднем ускупені, тим е потом те активити стабильнейші. Потому что одно дело национальное законодательство, но если инициатива опирается на мезинародное законодательство, то тем она крепче, тем она сильнее и тем она больше может перенимать мезинародный опыт. Теперь что касается видов деятельности, относящихся к науке. У нас есть следующий опыт. В первую очередь необходимо получить данные. У нас это от государственных, государственных сетей мониторинга. През прецизній, профессиональній межені в рамці сіті, т.е. в розсову міста, региону. Следующее – точные измерения в рамках городских систем. Аж по самозрімі по ті низконакладові монітори, у керіх була в чутку зісенця. И, естественно, і ті низкорасходні способы измерення, котрим була посвящена предшествуюча сесія. А про ту коммуникацію, про ту зауимовут веєйності, т.е. самозрім є дуже важливі про те конкретні допадки на людській здраві. Що же касаєці коммуникацію, то гражданам необхідіма явно показувати, какое влияние оказывают выброси на здоров'я чоловіка. Далші, прося. Дякую. Кисто antільки з борців… Що кіць能і відбувається вальшої частини? Є відбувані розпочатки over recentність. И при этом необходимо действовать на абсолютно всех уровнях власти, начиная от нижайшего, от сельского, через городские власти, вплоть до общенационального, до министерства, до правительства. Потом, самовременно, пропагация тех выступов, где есть добрый пат на то, чтобы была мультиплатформной, чтобы использовали как классические методы, так и digitальные, чтобы мы достигали, например, ступени в сообществе. Следующая часть коммуникации – это презентация на различных платформах для того, чтобы достичь максимального охвата аудитории. Также очень важное образование. В первую очередь для того, чтобы представить важность этой темы молодому поколению, и так далее мы формируем ответственность молодого поколения за то, что будет происходить в течение ближайших лет. Детей пока еще открытое сознание, они не заширены и мы можем формировать их мышления. А также через работу с детьми в рамках школьных и дошкольных учреждений в рамках школьных учреждений мы посленно можем передать интересующую нас или важную для нас информацию их родителям. А в последней ряде также школьных учреждений, которые способны среди нисконакладового мониторинга, или в дальнейшем следовании, посылать и дата, которые мы можем брать как дополнительная к тем. Конечно, и сами школы благодаря нискозатратным системам мониторинга могут дополнить нашу базу данных своими данными. А, чтобы мы это взяли комплексно, так же хорошо делать конкретные программы в школах, а также как лобовать на Министерство школы, чтобы эта тема досталась до народного курикуса. В следующий пункт мы можем внедрять какие-то образовательные программы в школах и лобировать их внедрение на общенациональном уровне. Теперь я хотел бы показать вам несколько проектов, которые показали свою эффективность и презентовать их вам для того, чтобы вы понимали, чем вы занимаетесь. Что касается темы загрязнения воздуха, то она достаточно понятная, ясная. Мы видим, где воздух загрязнен и где воздух чистый. Потом удобно для нас то, что в настоящий момент информации недостаточно. А это значит, что и обычные граждане, и политики, и средства массовой информации с удовольствием берут нашу информацию. И также мы видим, что наша тема пользуется интересом со стороны общественников. Потому что когда общественность начинает сама использовать с низкой стоимостью систему мониторинга, то общественность начинает включаться в эту систему. И теперь 6 советов о том, как построить успешную кампанию. Первый совет – это быть заметным, то есть установить контакты с существующими организациями как в Украине, так и в Европе. Теперь вот конкретный пример про СПИРО, iniciированный Европей к Европе. Постепенно мы внедрили его в Англии, в Кембридже и в Нидерландах. И тем самым установив международные контакты, мы стали значимым партнером для нашего Министерства окружающей среды. Следующее – это быть не только важным, но и заметным. Как на локальном уровне? Постепенно, послушайте, послушайте на локальный опыт, попасть в центральные средства Масовой информации. Как бы наглядbane? Потому что эта тема не очень простая для понимания. И если вам надо передать информацию либо малым детям, либо пенсионерам, или широкая общественность, то есть, например, в право-доле видит другий программ, а в актуальной реальность, которая оправдно интересна, и может быть и молодой генерации. Хорошо использовать разные средства коммуникации, это визуализация, это анимация, и в правом нижнем углу мы видим даже создание виртуального мира. Следующий совет, это быть конкретным или индивидуальным. Это информация о том, о конкретных местах в городе, куда люди ходят за покупками, куда они отводят детей в детский сад. Потому что мы занимаемся той окружающей средой, которая окружает конкретных людей, которые в этой конкретной среде живут и которые являются предметом их интереса. И следующий совет, быть инновационным и не бояться новых подходов, как показывали коллеги из университета. С их уменьшением воздуха в лоди. Их измерение... Их измерение... Их измерение с дирижабля. Это позволяет построить систему вертикального монеторинга и создать 3D систему визуализации. Но это таки спектакулярно про медиа и в рамках школьных программ. И тем самым мы становимся интересными... У нас получается интересный продукт как для средств массовой информации, так и для школы. И эту интересную информацию сме охотно использовать. Я думаю, что следующий совет, предпоследний совет, это быть остроумным и относиться ко всему с определенной степенью приколизма. Я имею в виду сотрудничество с театрами, написание каких-то, скажем, песен. А также от подзима мы представлено, что каждые 14 дней нам будет выходить к тему квалии воздуха, один такой пружек штипного стрипу. И у нас есть такой опыт, что в одном из средств массовой информации раз в две недели выходит лента новостей, шутливая о состоянии воздуха. А это позволяет, скажем так, уравновесить серьезную информацию, основанную на большом количестве цифр, которые сложно воспринимаются. Следующий совет, быть выразительным, наверное. Это теренний микробус с хорово-околовский, т.е. с великой части сконструированный из украинских частей. Здесь вы видите микроавтобус, сконструированный преимущественно из украинских запчастей, который нам удалось получить в рамках одного из проектов, который будет служить в мобильной лаборатории, где будем объединять опции города и мерить, а заново брать дети, обчаны на бички до тих займливых локалит. С помощью которого мы, во-первых, будем проводить измерения в городах и селах, а во-вторых, отвозить людей в интересные места. В рамках которых мы можем предложить какое-то сотрудничество или, собственно, установить сотрудничество с Украиной. Первый проект это проект Европейской комиссии Конспира, где в последнее время мы можем навязать некоторые активы и посчитать материалы, телопустовые монетры, про школы или про места. Во-первых, мы можем придумать какие-то совместные акции, во-вторых предоставить материалы, обозовательного характера для школы. Подобный проект Европейской комиссии с программом «Horizon 2020». Следующий проект это также проект Европейской комиссии 2020. Это, в основном, отехренная вина о побед заповедной вещественности до венецкого охотноценения тих займливых проблем, которые имеют в своем бежном животе. Это проект «Открытая наука», ориентированным на изучение проблем окружающей среды в интересной игровой поле. А последний проект, так называемая «Рабочая группа» в рамках европейских инициатив? Который посвящен получению информации от спутников для дополнения наших поставок. Это были темы, по которым возможно сотрудничество. А, чтобы мы могли в атмосфере наблюдать именно атмосферные явления, а не то, что нам предлагают увидеть в небе завода. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.